По другим новостям судебные премия по делу Бешимбаева начались. Сегодня в суде со своей речью выступила прокурор, брат Салтаната, его адвокаты и также сами обвиняемые Бешимбаев и Байжанов со своей защитой. Все озвучили свою картину дня убийства Салтанат Нукеновой. В суде даже показали последнее фото убитой. Это стоп-кадр с видео, снятого Бешимбаевым, где он унижал Салтанат перед смертью. Все подробности у моей коллеги Саяны Санаковой. Саяна, добрый вечер, тебе слово. Айгерим, начну с того, что сейчас тот этап судебных премий, когда все стороны отвечают на один вопрос. Доказана ли вина подсудимых? Что прокурора Имаганова, что брат Салтанат Айбек, что его адвокаты все уверенно заявляют. Все факты, которые озвучили в суде, доказывают прямую вину Куандыка Бешимбаева, ну и Байжанова, Бахаджана. А фактов, как мы знаем, достаточно, начиная с записей с видеокамер, видеопыток Салтанат, ее заметок и показаний свидетелей, и подкрепляя это все заключением судмедэксперта. У Салтанат же была гематома объемом 230 мл. Вот настолько, настолько крови, наверное, правильно сказать, сдавливала мозг Салтаната. На одном из видео вы услышите, что... и увидите, что Салтанат держит эту кровавленную рубашку и говорит ему, что это будет уликами. И также говорит ему, за это ты будешь сидеть минимум 10 лет. И показывает снова и снова кровавленную рубашку. Как я лично думаю, что как раз-таки вот этот страх обнаружения, публичной известности того, что произошло, избиение на тот момент, и страх того, что он может снова попасть в тюрьму за судейное, и привел его к осознанному решению об убийстве и попытке дальнейшем сокрытия. По словам адвокатов потерпевшей стороны, Бешенбаев убил Салтаната, а все, что было дальше, это создание себе алиби и уничтожение улик. Ведь окровавленную рубашку Салтанат и нашатырь, которым, по мнению адвокатов, стерли кровь и отпечатки, так и не нашли. Именно нашатырем были удалены те следы крови, которые были очевидны. Салтанат занимается созданием себе железобетонного алиби. Встречаться, как она себя сама назвала, Насарбекова, со своими одноклубницами. Звонит девушке Юлия Супер, судя по всему, оказывающей интимные услуги. Он Салтанат убил не только 9 ноября, он продолжал ее убивать здесь, в вашем присутствии, на ваших глазах, на глазах родственников, на глазах всего мира. Это его воспитание. Он пришел к этому не 9 ноября, не 8 ноября. С этим он жил всю жизнь, и он был всю жизнь таким. Байжанов и Бешенбаев, по мнению прокуроров и адвокатов Нукеновых, виноваты в полной мере. Один убивал, а другой это убийство укрывал. А у их адвокатов версия своя. По их словам, в этом деле неоднократно нарушили права самого Бешенбаева. Здесь в зале судебного заседания прозвучало, что Бешенбаев очернял потерпевшую Салтанат. Но у Куандыка не осталось другого выхода. Либо он признается в одном из самых тяжелых преступлений, предусмотренному в Уголовном кодексе Казахстана. Что означает для Куандыка положить голову на плаху. Либо рассказывает на суде правду и ничего, кроме правды. Ошибка Салтанат, она переоценила свои физические возможности. Но, по сути, оказалось, что она слаба. Ошибка Куандыка как раз таки человечность. Судебные прения не закончились. Со своей речью еще выступит Бешенбаев и Байжанов со своими адвокатами. Впрочем, они до сих пор своей вины не признали. На вопрос, доказана ли их вина, в совещательной комнате ответят присяжные. Но прежде чем дать ответ на этот вопрос, адвокаты потерпевших попросили присяжных еще раз пересмотреть те видео с телефона Бешенбаева. Где он унижает Салтанат, принуждает признаться в его доводах, удерживает ее и заставляет что-то искать на коленях. Также адвокат Игорь Вранчев заявил, что если Бешенбаев избежит ответственности, в нашей стране будет делать нечего. Айгирим, на этом у меня пока все. Следующее заседание по громкому делу состоится завтра в 9.30 утра. Спасибо, Саяна. Да, мы все следим и надеемся на тот результат, который мы все ожидаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.